здравствуйте мои дорогие александр ленковский с вами в эфире черноморская телерадио компания программа что происходит нас раз в несколько лет в украине все чаще там не в пять не в четыре уже и в два раза допустим через три или через два года в украине наступает момент когда мы можем поменять власть в этой стране путем выборов значит вот 25 октября состоялись выборы в местные органы власти в украине а 15 ноября состоялся второй тур выборов это это новинка такая в этом году в местных в местных выборах 2015 года в украине второй тур выборов где в 29 городах выбирали мэров в два тура во второй тур прошли те кто те кто больше всех набрал голосов в первом туре вот об этом мы сегодня поговорим с наталья леник заместителем генерального директора комитета избирателей украины здравствуйте я не не напутал 29 городов да 29 городов действительно в шести кстати из них в лидеры вышли не те кандидаты которые были в первом туре а другие а вы знаете я вспоминаю вообще выборы в три тура 2004 года когда избирали президента да и тогда тоже были насколько я помню в конечном итоге победил не тот кто да да набрал больше голоса не тот кого поздравили хорошо скажите мне пожалуйста если мы сейчас говорим про два этих тура вы вот видите необходимость в том чтобы дальше на следующие выборы также проводились там не знаю когда теперь будет после объединения может быть будет больше быстрее может быть дальше но тем не менее что в два тура вот такая система осталась нужно это избиратели настаивает на том что надо впровадживать эту систему и на у на более низкие уровни выборов вплоть до севских исцелочных советов слушайте но вот теперь значит у нас есть господин слова господина томенко который народный депутат украины который был вице-спикером вице-спикером верховной рады украины значит вот он написал следующее значит что на его глубокое переконание я фактор невидносного а абсолютного игнорувания большинства громадян украины факту выборов миски голлив в головных местах краины значит он по его по его данным имеем ситуацию когда даже в регионах где победили представители власти они все равно не не смогли обеспечить явку вы избиратели хотя бы больше 30 процентов и таким образом я сейчас закончу да значит это означает пишет господин томенко что выборы проигнорировали в киеве почти 72 процента граждан на виничине 72 процента на житомирщине больше 70 на кировоградщине 72 на херсонщине 79 процентов на черкащине 72 и ну там и в остальных областях больше 60 процентов населения то есть боролись то за то чтобы в два тура чтобы люди пришли потом и большинством голосом избрали а получилось так что давайте последовательно поговорим про явку во первых последний раз выборы местные выборы проводились в два тура в 2002 году избиратели и значительное число уже молодых избирателей они просто не были проинформированы под проданную систему к сожалению в этом избирательном процессе вот не было выделено ресурсов для того чтобы провести полноценную информационную кампанию по поводу второго тура да вообще по поводу процедур избрания по поводу новой избирательной системы по поводу информирования избирателей от государства по поводу второго тура дело в том что многие города которые уже названы были в вашем перечне где было это перечень господина артаменка я прошу прощения без запречное как бы первенство отдано одному из кандидатов там избиратель в основном и не пришел я объясню почему у многих избирателей которые звонили нам на горячую линию у них было такое уделение а зачем мы должны приходить мы так проголосовали за кандидата он побеждает дело в том что когда комитет избирателей готовил альтернативный законопроект который не набрал всего 30 голосов для того чтобы пройти в парламенте по открытым списком да то мы там водили такую норму там тоже было двух туровость мы водили следующую норму если разрыв между кандидатами составляет 20 процентов а значит нет необходимости проводить 2 тур но если разрыв составляет меньшее число то второй тур просто необходим вот таким образом это показал и львов и киев действительно Там необходимости во втором туре просто действительно не было. Там, где был большой разрыв, было понятно уже, что… Больше разрыв, чем 20%, да. А в остальных городах он был просто необходим. И мы видим, как изменилась электоральная карта настроений избирателей даже на Юго-Востоке. Мы видим яркую победу в Николаеве, например. По остальным городам мы воздержимся, потому что пока нет официальных результатов. Но по проведенным экзит-пулам, по параллельным подсчетам голосов явно лидируют в прошлом оппозиции нынешние демократические силы, можно так сказать, даже по городам индустриальным, где раньше в основном побеждали бывшие красные директора заводов, которые перекрашивались в зависимости от необходимости под любую правящую партию. Смотрите, но господин Томенко, которому я апеллировал, он делает другой вывод. Он говорит не о том, что это была плохая кампания, в смысле по информированию людей о том, что надо прийти во втором туре проголосовать. Он делает вывод, что это такой тихий протест граждан против не только нынешней власти, но о политике вообще-вообще. Вы с таким согласитесь или нет? Знаете, мы назвали пять причин низкой явки избирателей. И в том числе одна из причин это было, да, протестное настроение граждан, которые там разочаровались во власти, которые не видят реформ и тому подобное. Это один из компонентов, но не основной. Мы также хотели сказать, что вот спекуляции по поводу первого тора, когда явка составляла 46 процентов, для нас вообще было удивительно, поскольку в 2010 году явка была 45 процентов. Обычно в странах Европы явка на местных выборов от 32 до 50 процентов, это максимум 48 процентов. В общем-то у нас явка, особенно по тем городам, в которых была острая борьба и в которых, кстати, кандидаты позаботились о стимуляции явки избирателей, там явка превышала, допустим, в Николаеве выше на 5 процентов, чем в первом туре. В Днепропетровске выше на 1 процент, чем в первом туре. Там, где была острая борьба, где была острая необходимость явки избирателей, где политтехнологи это осознавали и понимали, руководители штабов. О том, что необходимо мобилизировать людей, которые приходят. Скажите, пожалуйста, Наталья, тут очень интересный вот какой вопрос. В 2010 году, это, наверное, было впервые, когда не совместно с выборами в Верховную Раду Украины проходили выборы в местные органы власти. Потому что перед этим в 2006 году выборы были одновременно весной и в Верховную Раду Украины, и в местные органы власти. Поэтому мы с ними сравниваем. Да, вот скажите мне, пожалуйста, то есть как лучше вообще, то есть лучше все-таки, чтобы люди приходили, голосовали и в Верховную Раду Украины, и в местные органы власти, и тогда есть большее количество людей, которые просто приходят на выборы? У каждой ситуации есть две стороны медали, это однозначно. Мы, как комитет избирателей, который давно помогает, с 2000 года мы проводим тренинги для избирательных комиссий. С 2014 года мы проводим тренинги для представителей органов внутренних дел, то есть для бывшей милиции. Воспитали двух народных депутатов, между прочим, да? Воспитали двух народных депутатов и даже больше, просто мы не поинформированы. Да, у нас работал когда-то пресс-секретарем и господин Арьев, и господин Денисенко, так что, в общем, просто это было на заре создания комитета избирателей Украины, поэтому мы считаем, что воспитали намного больше. Ну, по поводу Денисенко, знаете-ка, мы можем еще поспорить, кто кого воспитал, да? Потому что у него, ну, было, знаете, у этого депутата, он тоже был период, когда он работал с Черноморской телерадиокомпанией. А, возможно, возможно, да-да-да, просто я не была проинформирована про это. И я хочу сказать, что, соответственно, мы понимаем, что организаторам выборов так сложнее намного. Возникают очереди и, ну, куча таких рабочих процессуальных моментов. То же самое ложится и на милицию и так далее. Ну, мы все помним ярко, когда очереди выстраиваются в избирательный участок, это тоже не есть хорошо. Вот, поэтому все-таки мы считаем, что надо, наоборот, воспитывать избирателя, воспитывать политические силы и кандидатов в том контексте, что, если вы заинтересованы в явке, пожалуйста, организуйте ее. Мы понимаем, что некоторые силы, наоборот, могут работать на понижение явки, и такой момент тоже есть. Вот, но это их заинтересованность непосредственная. А избиратели тоже воспитывают. Знаете, что вы не пришли, не высловывали свою позицию, да, не проголосовали за кого-то в бюллетене. В конце концов, действительно, ну, такова тенденция наша, постсоветская. Мы должны голосовать за меньшее зло, да. Ну, вот, часто избиратель становится перед таким выбором, да. И тем не менее... Вы что, там же только лучшие из лучших. Спокойно. Мы просто проводили анализ избирательных списков, ну, именно советов, советов, да, то 60% списков возглавляли действительно старые лица, да. И неважно, какие политические партии были, да. Неважно, какие. Просто, которые когда-либо были в какой-либо власти, не только местной, но и любой другой. 40% так называемые новые лица. 20 из этих новых лиц, они имели родственные или финансовые связи со старыми лицами. Поэтому мы считаем, что власть реально могла обновиться на 20%. Точно то же самое касается парламента. Но мы считаем, что в Саудуце поступ в ПРЭД, да, это не топтание на месте. В любом случае, это выбор чуть-чуть лучшего. И это нормально, что мы идем пошагово к этому лучшему. Наталья Ириник, у нас заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины. Значит, очень интересные данные. Вы провели такое статистическое исследование. Ну, не знаю, статистическое или просто исследование, в котором обнародовали людям, собрали и обнародовали, сколько каждый из кандидатов в мэры городов потратил денег на свою избирательную кампанию. Все, кстати, мэры, вот кандидаты из мэров предоставили вам такую информацию. Нет, не все. Там, где вы видите серые поля, это те кандидаты, которые не предоставили, не то чтобы нам такую информацию, эту информацию мы брали из открытых джерел. То есть она должна была быть оприлюднена на сайте территориальных избирательных комиссий. И оприлюднивать ее должны были и кандидаты, или некоторые кандидаты финансировали свои кампании с фондов партии. Соответственно, партии должны были это оприлюднивать. Мы надеемся, что наша таблица все-таки дополнится, потому что тут были вот некоторые, те, которые зеленым обозначены, это уже те результаты, которые отчитались за два тура. Те, которые желтым обозначены, те, которые только по первому туру отчитались. То есть это еще недосконалая и невычерпная информация. Но мы хотим сказать, что даже те кандидаты, которые вот тут обозначены были и потратили наибольшее количество денег, мы считаем, что это наиболее прозрачно работающие кандидаты, потому что другие... То есть не стоит их критиковать за то, что они написали, что они потратили 20 миллионов энергии. То есть это про запобегание политической коррупции предбачает прозорое финансирование, прозорое извитывание за финансирование. И только тогда партия матема смогу отримать державные кошты на финансирование своей структуры. Поэтому мы считаем, что те, которые задекларировали честно свои расходы, они молодцы. И они сделали первые шаги по направлению к открытости и подотчетности своих избирательных компаний. Надеемся, что... Вот просто закон вступит в силу с середины 2016 года. И тогда уже... Вот сейчас никакой административной даже ответственности не предусмотрено за то, что, допустим, не будут определенные взлиты. А тогда уже наступит хотя бы административная ответственность у партии кандидатов за их отсутствие отчетности по финансированию компании. Ну и вообще деятельности партии. Знаете, чтобы было понятно телезрителям, если, допустим, какой-то из кандидатов потратил, не знаю, миллион, два миллиона, пять миллионов, ну, по крайней мере, написал, что он потратил такую сумму на выборы, да, эти деньги, это лично его деньги или это могут быть деньги, ну, не знаю, там, его сторонников, партии и так дальше? Что это за деньги? Чаще всего должно было это вноситься в, действительно, в избирательный фонд не выше 10 тысяч гривен от одного членов. Физического лица. Физического лица, который может внести. Да, действительно. Дело в том, что в связи с новым законом, который вступит в силу, у него есть там еще свои ограничения, о которых мы будем говорить уже позже, когда он начнет работать. Соответственно, сейчас эти отчеты, которые предоставлены, вот реальные отчеты, они соответствуют законодательству Украины. Тому, которое есть... Не, 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 я понимаю, то есть, но это деньги не просто человек потратил, да, там личные, как правило, это деньги, вот, которым отчитываются, это фонды, да? Да, да, это фонды. Избирательные фонды. Это избирательные фонды. Просто некоторые вот из этих компаний были профинансированы, я уже просто сейчас в таком количестве не помню, какие именно, были профинансированы из фондов партии, и как бы это отдельно. И это не является нарушением? Нет, не является нарушением, но просто они тоже должны быть подотчетными. Хорошо, просто многие люди опять-таки задают такой вопрос, зачем они тратят такие большие деньги, ну, не знаю, там, ну, миллион, для кого-то миллион большие деньги, для кого-то там и сто тысяч большие деньги. Спасибо, что вы... Да, а они приходят на зарплату, ну, не знаю, там, мэр города приходит на зарплату в четыре тысячи гривень, да, и он радеет за землю, которая стоит там в Киеве, не знаю, там, сотка стоит, вот, наверное, вся избирательная компания. Вы подняли сразу несколько пластов вопросов, и действительно, это и повышение зарплаты госслужащих или представителей органов местного вредования, это как один из запобежников для политической коррупции, коррупции вообще, да? И второй вопрос, это именно действительно, почему идут и какая мотивация, поэтому мы говорили о том, что надо сократить расходы на избирательную компанию, просто как это проводится в других странах. Допустим, мы проводили анализ просто, финансовых вытрат разных компаний, и за одну компанию, да, наш президент потратил в два раза больше, чем переможить компании Анджей Дуда, да, в Польше за два тура. То есть у нас в Украине цена голоса крайне высокая, надо эту цену понижать. Для чего? Для того, чтобы заработали социальные лифты, и могли заходить новые молодые и кандидаты, и политические партии именно на эту политическую арену, и бороться за места под солнцем, создавать определенную конкуренцию, и действительно, в том числе, контролировать и финансы, и... Вы знаете, я вот, я сейчас ставлю на место депутата Верховной Рады Украины, и вот у меня в ответ только одно слово, как бы, вот на такой идее, сейчас, да, как бы, сейчас мы создадим вам такие условия, чтобы вы зашли, как бы, и создавали нам конкуренцию. Ну, видите ли, дело в том, что ситуация складывается такая и геополитическая, и внутри страны определенная ситуация, напряжение достаточно динамичного, которое меняется очень динамично, которое не может не мотивировать и не стимулировать данные политические силы. Тем более, есть сильное внешнее давление, да, на прекращение коррупции, на все-таки продолжение процесса влюстрации. Мы, кстати, хотим сказать, что мы давно боролись еще за тот закон, за иллюстрацию, который был старый, закон о том, чтобы внести туда иллюстрацию и политических осип, да, таких как депутатов и таких как кандидатов в мэры, которые, например, мы прогнозировали, что обязательно те, кто будет иллюстрирован или предположительно иллюстрирован, кто будет понимать, что он подпадает под иллюстрационный закон, как чиновник, да, он захочет обязательно продолжить свою каким-то образом карьеру, и что эти толпы хлынут в местное самоуправление. Действительно, многие, часть из них прошла, но значительно, еще более значительно, часть их не прошла. Но дело в том, что мы предполагали, что будет обязательным указание в их биографии о том, что они подлегают иллюстрации, да, то есть или они занесены в иллюстрационный реестр. Но парадокс этого закона про местные выборы был в том, что на выборчих дельницах не надо было публиковать ни биографию кандидатов, ни, соответственно, их программу. И в этом, ну, как бы заключался, ну, некий трагизм ситуации, потому что избиратель не имел информации и за Крыма, и про иллюстрацию включительно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас уже практически выборы закончились, вот сейчас будут оглашены уже последние результаты, да, подведены итоги. На Ваш взгляд, сейчас можно говорить о том, что если бы в выборах приняли участие, там, полтора миллиона переселенцев из Донецка, Луганской области, из Крыма, то результаты были какие-то принципиально другие? Ну, с нашей-то вы имеете в виду... Мы уже сейчас видим результаты, да, в выборах, да, местных выборов. Ну, просто для нас вопрос... Я понимаю, что для вас... Нет, 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 он не то, что мы его выносим за рамки, мы просто говорим, что он требует очень детального обсуждения, потому что до сих пор нет четкого понимания, сколько именно людей и где проживает. И вот в этом мы считаем как бы основной, основным вопросом, да. Действительно, тот закон, который предлагался общественностью, он предлагался такой, что человек должен сам прийти физически и сам себя зарегистрировать в реестре и выбраться. И это было бы, в общем-то, неплохо, хотя, ну, тоже оставался маневр для манипуляций, но мы вот прогнозировали как организация, что этот закон не наберет достаточного количества голосов, а получается, понимаете, голоса этих общественных организаций, они звучат в унисон с голосами оппозиционного блока, и вероятности того, что пройдет закон оппозиционного блока, намного больше, чем... Намного меньше, наверное, да? Намного был больше, если вот и общественные организации говорят об этой проблеме, и на флаг взял оппозиционный блок эту проблему. Естественно, поскольку не общественники сидят в парламенте, а оппоблок сидит в парламенте, Вот они бы как бы на этом могли сыграть. Поэтому мы несколько осторожно подходили к данному вопросу и требовали его более широкого обсуждения. И, конечно, комитет избирателей давно наставит на той позиции, он приложил значительное усилие на президентских и на парламентских выборах, что именно внутренние переселенцы проголосовали. Что касается местных выборов, то даже у самих переселенцев, мы знаем, внутри есть две позиции. Одни говорят, ну если вот я эту власть местную абсолютно не знаю. Да, я уже, может быть, сюда налоги и плачу, но я мало знаю кандидатов, я вообще не знаю никакой их истории. Я не могу сравнить, выполнили ли они программу свою. Вот, возможно, в следующих выборах я бы уже принял участие. Но в этих я еще как бы сомневаюсь. Ну окей, хорошо. И, знаете, еще хотелось бы несколько слов непосредственно про сами результаты выборов по областям. Делали вы анализ такой, знаете, вот что-то произошло такое сверхъестественное. Нет, наверное, давайте другое. Это выборы мэров городов, а есть вот результаты голосования по областям. Например, для меня вот очень удивительным оказалась вот эта вот область. Да, это Херсонская область, которая такая, если рядом Одесса, Николаев, Днепропетров, Запорожье, большинство голосов получил все-таки оппозиционный блок, да, и в тех территориях, здесь, правда, нет на этой инфографике, там, Донецкой и Луганской областей, то в Херсонской области это результат выборов областные советы. Да, я поняла. Но я просто хотела сказать, что Херсонская область всегда была более проукраинской, ну как бы мы это замечали и раньше. Мы думаем, что сейчас вот, ну, как бы вот те области, которые голубым остались, они все, это все-таки такие атовизмы еще, вот, знаете, не успели элиты местные перестроиться, переориентироваться и все-таки еще остались на старых позициях, да, и вот держатся за старое. А Херсон, он всегда был прогрессивным. И тут, когда убрали административный ресурс, просто реальные голоса представителей Херсонской области, они стали ярко видны. Поэтому для нас не явилось неожиданности то, что… Что неожиданного? Вот в этой карте, допустим, что неожиданного в выборе украинцев по областям? Вот такое вот, что вы не ожидали? Или все ожидаемо, все прогнозируемо? Ну, форматирование власти. Ну, мы понимаем, что Харьковская область, да, это, ну, не совсем, как бы, то, что нарисовано, да, вот. Но, в общем-то, тенденции были ожидаемы. Единственное, вот выделилась Хмельницкая область, потому что в ней сработал именно местный, локальный проект, да. То есть, ну, Луцкая область тоже понятна, что… Хорошо, скажите, пожалуйста, тогда, начиная с летних выборов в Чернигове, много говорили про нарушения, про подкуп избирателей, про нарушения говорили в том числе и в Комитете избирателей Украины на местных выборах 25 октября. Да, но я не видел ни одного, знаете, опять-таки, судебного решения по поводу этих, по поводу этих нарушений, хотя бы заявлений, не знаю, Центральной избирательной комиссии и так далее. Центральная избирательная комиссия на местных выборах не имеет такой решающей роли, да, как ей приписывают, это раз. А во-вторых, законопроект был разработан Комитетом избирателей и низкой громадских организаций, еще полученных экспертов, также и даже представлен президенту, и президент его одобрил, сказал, да, это очень хорошо. Мы там уточняли, как можно внести такие изменения в Криминальный кодекс и избирательное законодательство для того, чтобы сделать такие ситуации, как были с подкупом избирателей в Чернигове, невозможными. Или, точнее, ну, если они случаются, то, по крайней мере, зафиксировать, задокументировать и донести, провести так следствие, чтобы суд вынес именно решение и... Про ответственность какого-то, да. Про ответственность, и были все покары нехты на оптина. Но дело в том, что просто Верховная Рада, для того, чтобы не было определенных популистских гасел и использование Верховной Рады как арены для пиара, приостановила свою работу. И хотя мы настаивали до последнего, что вот надо прийти на заседание и принять хотя бы вот этот закон. Да, дело в том, что все-таки по результатам данных выборов было открыто несколько криминальных дел. Мы надеемся, что они дойдут до логического завершения и суд вынесет необходимое решение о покарании. Почему это необходимо? Чтобы хотя бы несколько показовых ярких дел. И тогда отпадет желание, например, если бы были засуджены на Тильке Остане, Остане Ланке, Виконавте, а вот, например, политтехнолог какой-то был засуджен. И мечтать о том, что будет замолвник, это как бы нереалистично. Но тогда бы табу политтехнологов хоть какое-то стояло перед совершением таких действий. Что касается действий Министерства внутренних дел, им достаточно сложно это запротоколировать. Мы просто узнавали у сличиев, как это происходит. Он говорит, ну вот подается сличием, и прокурор бы готов вынести к этому делу, допустим, что надо сделать прослушку или подцепить микрофон. Но выборчий злочин, он же чем характеризуется? Что он раз и прошел. Уже состоялись выборы, и он не повторяется второй раз. И вот это сличи Дии, которые бы уточнили эти моменты, которых недостающие при, допустим, определенной фиксации, они не дают возможности довести это до конца. И сложно установить также факт передачи денег с тем фактом, что именно человек проголосует в кабинке именно за этого кандидата. Вот эту взаимосвязь сложно установить. Да, интересная ситуация, конечно. Я не знаю, как это можно решить, но вот, допустим, там Тимошенко вне зависимости, знаете, ее посадили просто вообще без вины. Потом, когда было желание. А когда действительно есть нарушение, так никто не может. Я просто хочу сказать, что действительно, Михо Саакашвили совершает много поступков, которые там нерегламентированы законом, да, и многие ему как бы… Говорят, что это вмешательство в избирательный процесс, да? Не просто в избирательный процесс или в любые процессы. Говорят, что это нарушение, это неправомерно, да, что вот надо все выполнять по норме закона. Но, тем не менее, вот он благодаря своей политической воле сделал реальный прорыв реформаторский в Грузии и показал реформы в действии, которые… А когда пришла процедура, да, то его фактически в упарке не избрали и пришлось уехать. Спасибо. Значит, Наталья Диевна была заместитель генерального директора комитета избирателей Украины, была гостью нашей студии. Сегодня, напомню, мы говорили, подводили итоги местных выборов Украины, которые в этом году впервые проходили в два тура выборы городов в 29 городах Украины. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова